Для всех избирателей округа это очень ответственный день. Выбирают представители власти и местного самоуправления всех уровней. Депутатов окружной ЗАГС собраний, Совет депутатов Заполярного района, глав муниципалитетов, а самое главное губернатора Нейнского округа. На часах 8.00 и мы отправляемся на один из самых больших избирательных участков в регионе. Здравствуйте. Ну и как мы видим, избирательные урны готовы, наблюдатели на месте и мы ждем первых избирателей. Долго ждать не пришлось на часах 8.04, а Надежда Самойлова уже пришла выразить свою гражданскую позицию. За то, что женщина первой проголосовала, ей достался приятный подарок – обложка для паспорта. Ну надо обязательно голосовать, надо, чтобы лучше жили, чтобы все было хорошо. И избиратели, которые выбрали, чтобы они свою работу выполняли. В 46-м избирательном участке пока не очень людно. Время 8.20 проголосовало около 10 человек. Нарушений нет, отмечают наблюдатели. Чтобы соблюдался порядок на избирательном участке. Чтобы все шло как положено. Пока нет нарушений. Этот избирательный участок уникален тем, что проголосовать на нем смогут жители села-деревень, у которых нет возможности сделать это по месту регистрации. Правда, свой голос они смогут отдать только с губернатора. Для этого нужно прийти на избирательный участок, который находится у нас в задней КДЦ, написать заявление и проголосовать, чтобы мы его включили в списки избирателей. После первого получаса работы избирательных комиссий поток голосующих увеличился чуть ли не вдвое. Такого ажиотажа на выборах не было давно, отмечают члены УИКов. На часах 8.40 на избирательном участке в первой школе выстроилась целая очередь из голосующих. Каждый осознает, что выборы – это ответственно. Почему ходите на выборы? Почему хожу? Вы считаете, что обязаны проголосовать, сделать свой выбор? Надо на выборы ходить. Я всегда хожу, в общем-то. Поэтому свой голос надо отдать. Это же наше правительство было, так что надо. На часах 9.00 появляется и один из кандидатов в окружное ЗАГС собрание. Это действительно важнейший день для округа, поскольку от того, как мы проголосуем, будет во многом зависеть наша жизнь в дальнейшем. А поскольку мы оптимисты, то мы считаем, что округ все равно будет развиваться динамично. Я думаю, что у округа большое будущее. Ну а у тех, кто еще не проголосовал, есть чуть больше половины дня. Напомним, избирательные участки закроются в 8 вечера. Если вы по какой-то причине, будь то болезнь или плохое самочувствие, не можете прийти на свой избирательный участок, вы можете проголосовать на дому. Для этого необходимо до 14 часов оповестить по телефону свою избирательную комиссию. Уточнить номер телефона своего УИКа вы можете по телефону, который сейчас видите на своих экранах. Алина Ваучейская, Николай Таратин, Телеканал Север.